Продолжение следует... 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 я поставил, обозначил несколько основных приоритетных направлений деятельности Верховного Совета. Это возрождение нашего промышленного потенциала, развитие малого и среднего бизнеса, возрождение села и развитие сельскохозяйственного производства. В этих направлениях есть основа, заложенная в нашей экономике, в нашем будущем благополучии. Исходя из целей и задач, мы обратились к специалистам Российской Федерации и разработали стратегию развития нашего государства, как вы знаете, 20-25, в которой и отражены основные направления и основной вектор развития экономики нашего государства. И прежде всего, тоже хотелось бы отметить, что мы уже приступили к реализации некоторых вопросов. Вопросов, касающиеся развития малого и среднего бизнеса, вопросы развития сельского хозяйства. Мы направили на развитие этих отраслей 10 миллионов долларов, которые способствуют развитию этих отраслей, сельского хозяйства и малого и среднего бизнеса. Хочу отметить, что в новом составе правительства мы планируем иметь такой орган, как Министерство аграрной политики и развития села. Нам нужно возродить сельское хозяйство. Мы планируем в ближайшие два года с помощью технических кредитов, с помощью возрождения или восстановления переработки, обеспечить наше население полностью продуктами собственного производства, питания и продовольствия. Это реальная задача, это нам по плечу. И опять-таки должен сказать, что благодаря той технической помощи, которую мы получаем из России, а вчера буквально такое сообщение к нам поступило, мы на будущий год получим 300 миллионов долларов США на развитие экономики нашего государства. Простите, сейчас завершу. 300 миллионов долларов, которые будут направлены, прежде всего, на развитие нашего промышленного потенциала в виде оборотных средств и на модернизацию производства, а также на развитие сельского хозяйства, переработку и миллиардации. И, с вашего позволения, я потом продолжу, если будет такая возможность. Одним словом хочу подытожить, сказать, что мы не ждем 2025 года, либо задержанные какие-то там будущие годы. Сегодня уже программа находится в действии и реализуется. Спасибо. Евгений Васильевич, слово вам. С учетом небольшого перебора, Андрей Владимирович, тут буквально секунд 30. Добрый вечер, телезрители. Добрый вечер, приднестровцы. Действительно, тезисы нашей программы тоже включают ряд существенных блоков. Блоков внешней политики, экономики, правоохранительной деятельности. И концепция заключается в следующем. Первое, то, что реальная независимость должна быть наполнена денежным содержанием и благосостоянием наших граждан. Для этого мы считаем необходимым создать соответствующую сферу, в которой можно находиться экономическим агентом и нашим гражданам. Поэтому любые инвестиции, мы считаем, будут эффективны только тогда, когда органы государства и власти и управление смогут своими эффективными решениями создать атмосферу взаимно-партнерских отношений между экономическими агентами и властью. Поэтому мы стратегически смотрим на развитие государства в следующих направлениях. Первое, мы говорим о чем? О том, что на наше государство действуют два негативных фактора. Первое, международное непризнание. Второе, это неэффективные внутренние решения. Поэтому мы считаем концептуально важным, чтобы внутренняя власть действовала настолько эффективно, чтобы компенсировала внешнее непризнание. Мы считаем, что шансов на признание у нас будет выше только тогда, когда мы будем самодостаточным регионом. А для того, чтобы наше государство состоялось как самодостаточное государство, нам необходимы инвестиции примерно в течение пяти лет, это около полтора-двух миллиардов долларов. Поэтому в этой части эти инвестиции можно привлечь только тогда, когда власти будут действовать прозрачно, ясно, понятно, и когда эти инвестиции будут привлекательны для инвесторов. В этой связи, что мы предполагаем сделать? Мы предполагаем существенное изменение правил внешнеэкономической деятельности. Мы упростим процедуры, которые связаны с перемещением граждан через границу Приднестровской и Молдавской республики. Приднестровцы будут ездить безостановочно через наши посты. При всем при этом органы и службы безопасности будут обеспечивать нашу безопасность. Но задача будет состоять в следующем, что экономические правила перевозки грузов должны быть равными для всех экономических субъектов, для всех экономических агентов. Граждане и грузы должны перемещаться через границу свободно. Более того, мы предполагаем, что необходимо приостановить примерно 70% нормативно-правовых актов в сферах различных государственных контролей, которые являются избыточными, по нашему мнению, для того, чтобы для тех граждан, которые занимаются активной экономической деятельностью, создать соответствующие предпосылки. Основными задачами на первом этапе 2012 года мы видим следующее. Стабилизация ценовых параметров в области цен на продукты первой необходимости. Второе. Стабилизация условий поставки лекарственных изделий, медицинских препаратов. И третье. Это создание соответствующих условий, как я говорил, для перемещения упрощенного груза в товары, для того, чтобы насытить рынки товарами, которые мы не производим на территории Приднецовской Молдавской Республики. Мы отчетливо понимаем, что с 1 января 2012 года мы не сможем повысить, как бы нам хотелось, уровень зарплат, пенсий, поэтому мы должны осуществлять более эффективное государственное регулирование и управление в области цен, тарифов и монопольной деятельности, для того, чтобы не допускать монопольного сгуба воронарынках. Мы считаем, что вот эти эффективные действия, которые мы планируем предпринять, должны быть фундаментом для расширения наших экономических перспектив, и для расширения наших возможностей по международному признанию, потому что признать Приднестровье можно в более сжатые сроки, если власть восстановит доверие у наших граждан, в первую очередь, здесь, в Приднестровье, и на базе этого доверия будет реализовать эффективные решения. Тогда потенциал нашего признания международным сообществом будет более широк, чем на сегодняшний момент. Поэтому основным концептуальным моментом являются действительно две составляющих. Это экономика и повышение защищенности наших граждан, общественной безопасности, борьба с преступностью. Все эти элементы должны быть задействованы для того, чтобы люди на территории Приднестровья чувствовали справедливое правление власти. Спасибо, если позволите, к вопросам. Вопрос к вам обоим, уважаемые кандидаты. Понятно, что каждый из вас выступает за признание независимости Приднестровья, за экономический рост, за повышение благосостояния населения. Вопросы следующего характера. Как вам кажется, какие из функтов вашей программы радикально отличаются от программы вашего оппонента? То есть мы предлагаем вам определить для телезрителя, в чем концептуальные отличия, воздержавшись от критики, если возможно, и сосредоточившись на своих плюсах. Мне бы не хотелось сейчас критиковать программу моего оппонента, моего коллеги, но я хотел бы отметить, что, на мой взгляд, моя программа отличается большей конкретикой и подпитана непосредственными инвестициями, о чем я уже говорил. Прежде всего, у нас есть стратегия 2025, о которой говорит это государственная программа социально-экономического развития нашего государства и подкреплена конкретными инвестициями. Уже на будущий год мы направим на эти цели, как я сказал, 300 миллионов долларов. Во-первых. Во-вторых, у меня в моей программе есть также программа, касающаяся молодежной политики. Конкретная программа касается вопроса оказания содействия молодым семьям. Программа «Молодая семья», которая предусматривает 10 миллионов долларов направления на кредитование долгосрочно на 15-20 лет под минимальные проценты молодые семьи и молодых специалистов. Это даст возможность, безусловно, закреплять молодежь, это даст возможность создавать молодые семьи. Тем более, что хочу подчеркнуть, эта программа будет носить и такой некий аналог материнского капитала. Потому что при рождении первого ребенка будет погашаться одна доля процента, второго – следующая доля. Таким образом, за счет государства при рождении детей будет погашаться часть, а, возможно, и вся сумма этого кредита. Я не услышал в программе Евгения Васильевича, кроме того, что 555 дней где-то какой-то конкретики. Моя программа насыщена именно конкретными, так сказать, делами. Спасибо, Евгений Васильевич. Ваше слово. Первое, что хочу сказать. Я считаю, что программы должны оценивать избирателей. Это первое. Второе, они должны оценивать программу не на базе заявлений о программе, а на базе конкретных морально-нравственных качеств конкретного кандидата и его поступков конкретной жизни. Поэтому это является основой реалистичности любой программы. Потому что можно написать любую программу, а потом исполнение программы споткнется на неисполнение ее. Поэтому мы концентрируем наше внимание на том, что действительно нужно создать условия для того, чтобы зарабатывать деньги здесь, для того, чтобы развивалась экономика здесь. Безусловно, мы прекрасно, отчетливо, ясно понимаем, что нам нужна будет внешняя помощь. Но мы можем эту внешнюю помощь получать и эффективно использовать только тогда, когда соответствующие программы будут реализовывать реальные, конкретные люди, которые продемонстрировали свою эффективность при реализации разных рода государственных решений. Более того, я хочу сказать, что по нашим расчетам мы в течение года можем создать систему государственного управления, которая будет привлекательна для большего количества инвестиций. И мы нацелены на год-полтора для этого конкретного срока. Что еще хочу сказать, что чем наша программа, на мой взгляд, является более эффективной, то потому что мы идем через внутренние условия для наших экономических агентов. Мы идем через повышение защищенности наших граждан, мы создаем соответствующую платформу, и эта платформа будет понятна и для наших соседей, для нашего стратегического партнера. И в России тогда будет ясно, четко, понятно, что никто здесь не будет тырить деньги по карманам, а это будет являться основанием для того, чтобы расширять и взаимодействовать с нашими стратегическими партнерами и получать соответствующие пакеты экономической помощи. Та помощь, которая на сегодняшний день оказывается по линии, допустим, пенсионных выплат, это, конечно, важная помощь, но я хочу отметить, что столько мы ее получаем, настолько у нас увеличивается дефицит бюджета пенсионного фонда, в частности, на 30 миллионов в этом году. Поэтому нужно сопрягать разные источники, разные методы. Основной метод – это, конечно, внутренние наши конкурентные преимущества для нашей экономики. Спасибо, Евгений Васильевич. Вопрос, вытекающий из предыдущего. Анатолий Владимирович говорил о финансовой помощи России, которая поступает, ожидается поступление. Вы говорили также о инвестициях извне, даже конкретных суммах. Вопрос следующего характера. Как вы считаете, возможно ли в ближайшем, более отдаленном будущем функционирование экономики Приднестровья без финансовых вливаний извне за счет внутренних ресурсов, либо все-таки понадобятся какие-то внешние вливания и в дальнейшем? А что вы имеете в виду под влиеванием внешним? Гуманитарную помощь, возможно, какие-то кредиты, займы и так далее. То есть любая форма не внутренней, не о наших ресурсах и привлечениях, привлечения извне. Понятно. Анатолий Владимирович, ваша очередь, ваше слово. По-моему, я еще первый, я все первым начинаю. Ну, мы идем по порядку. Я не только считаю, так оно и есть на самом деле. В том состоянии, в котором находится сегодня наша экономика, нам никак нельзя разрешить эти проблемы без внешних вливаний, без внешних инвестиций. Для того, чтобы заработать средства, мы должны, прежде всего, восстановить наше производство. Мы должны создать новые рабочие места. Мы должны возобновить производство, то, о чем я говорил, сельскохозяйственной продукции. Мы должны восстановить переработку, хранение и, самое главное, реализацию этой продукции. Я, кстати, по этому вопросу тоже уже, вы, наверное, знаете, выезжал в Московскую область, встречался с губернатором Московской области как раз по вопросам поставки этой продукции и инвестиций. По инвестициям, я сказал, мы на будущий год получим эту сумму. А то, что касается поставки продукции, у меня есть договоренность с губернатором Московской области, которые готовы взять нашу продукцию, причем не только сельскохозяйственную, а все, что производится у нас в нашей республике. Поэтому нам нужны инвестиции и нужен рынок сбыта, что у меня сопряжено уже в своей моей программе. Спасибо. Евгений Васильевич, как Вы считаете, возможно ли в каком-то будущем, ближайшем, отдаленном самостоятельном развитии? Безусловно, сейчас в том положении, в котором находится экономика, он находится и сегодня фактически на финансовой игле, на дотациях и изне. Фактически 40% дефицита пенсионного фонда покрывается сегодня уже кредитами, фактически не приднестровскими. Около 60% привлечений средств изне до республиканского бюджета. Это говорит о том, что действительно республика находится в сложнейшем положении, поэтому все же считаю, что какое бы положение сложное ни было, необходимо создать, в первую очередь, систему государственного управления, которая будет эффективна во всех отраслях. Поэтому в этой части мы предполагаем изменение концепции подходов вообще орган государственной власти. Органы государственной власти должны отвечать за следующие критерии. Уровень занятости, уровень доходов населения. И они фактически в нашей системе, предполагается, что министры или начальники управления, или главы государственных министерств, они будут заинтересованы и отчитываться за уровень занятости, и они будут ходить на предприятия и оказывать непосредственную помощь на местах, для того, чтобы это предприятие развивалось, увеличивало количество рабочих мест. Что касается и рынков сбыта, то мы тоже предполагаем, что необходимо изменить систему организации органов государственной власти, которая бы содействовала разным экономическим агентствам расширения рынка сбыта. Поэтому Министерство иностранных дел получит вторую задачу в рамках своих функций, которая будет тоже приоритетна. Это использовать любые переговорные форматы, для того, чтобы в рамках переговоров ставить в повестку дня вопросы продвижения экономических интересов наших экономических агентов, вопросы продвижения наших товаров на внешние рынки. И в этих форматах 5, плюс 2, плюс 3, плюс 1, есть разные страны, есть разные традиционные наши рынки. Традиционный наш рынок и с Российской Федерацией, и с Украиной, и со странами СНГ, и с дальним зарубежием. Мы должны со всеми рынками налаживать наиболее тесное сотрудничество, взаимодействие, продвигать интересы наших экономических агентов. Когда у нас будет сбыт реальный на разных рынках, тогда у нас будет спрос, тогда у нас будут рабочие места, тогда у нас возможны инвестиции. Вот в чем основное отличие, и мы на этом будем концентрировать внимание при принятии соответствующих государственных решений. Спасибо. Позвольте уточняющий вопрос? Да, пожалуйста. Андрей Владимирович говорил о помощи конкретно Российской Федерации. Вы можете озвучить, с кем в дальнейшем мы будем сотрудничать в части помощи из них? Может быть, уже сейчас есть какие-то договоренности какие-то? Безусловно, мы будем также взаимодействовать и с Российской Федерацией, потому что Российская Федерация оказывает гуманитарную помощь, насколько мне известно, с 2008 года. И этот проект экономической помощи наравне социальной, он расширялся год от года. И был там проект, начинался по сельскому хозяйству. И оказывается гуманитарная помощь, и это уже третий год подряд. Безусловно, Россия, насколько мне известно, она готова расширить экономическую помощь, но нужна плодотворная, соответствующая почва. Вместе с тем, хочу отметить, что у нас экономика построена таким образом, что у нас 50% рынка, фактически для наших предприятий, это рынок дальнего зарубежья, и 50% рынок, это рынок стран СНГ. Поэтому мы, безусловно, приоритетно будем поддерживать политики развития взаимоотношений с Российской Федерацией и странами СНГ. Мы будем укреплять наше взаимодействие со сторонами дальнего зарубежья, потому что это тоже традиционные рынки для наших товаров, текстиля, металла и так далее. Поэтому нужно, чтобы рынок и экономика была дифференцирована, и чтобы мы могли торговать со всем миром. И чем больше у нас таких будут возможностей, тем больше будет шансов на увеличение соответствующих рабочих мест. Спасибо большое. Следующий вопрос. В случае избрания вас, либо вас с президентом Приднестровской Молдавской Республики, одним из первых вопросов станет формирование правительства. Вы, в принципе, и Анатолий Владимирович, и Евгений Васильевич уже затрагивали эту тематику, в какой-то степени раскрывали, чтобы не повторять. Как вам кажется, каким должен быть по структуре этот орган, и сколько времени понадобится, чтобы он действительно заработал, сделал первые шаги, вот учитывая все необходимые документы, там правовые акты, там циркуляры внутренние и так далее. Мы идем по порядку. Вангар Владимирович, вам слово. Порядок, наверное, надо немножко менять, потому что я все время начинаю первым. Но, тем не менее, чтобы не прерывать. Прежде всего, хочу сказать, что структура правительства должна, безусловно, формироваться таким образом, чтобы все отрасли народного хозяйства, внутренние политики были взаимоувязаны, чтобы была общая координация в составе этого коллегиального органа управления. А будет министерство, ведомство, количество этих, это тоже имеет определенное значение, но в то же время не столь значимо. Значимо и важно то, кто будет работать в этих структурах, кто будет работать в этом правительстве, кто эта команда. Я хочу сказать, что у меня есть команда специалистов, которые имеют опыт, управленческий опыт. Это, я бы даже сказал, эффективные менеджеры уже управления. Есть такие коллеги у меня и в Верховном Союзе, есть такие представители и в партии. Я думаю, что и в нашем народном хозяйстве сегодня заняты достаточно много профессионалов, которые тоже будут привлечены для этой работы. И как вам кажется, сколько понадобится времени, чтобы он заработал как механизм? Ну, примерно так. Для меня временной фактор сегодня абсолютно не играет роли, потому что мы готовы буквально 26 числа на следующий день после выборов формировать правительство и, естественно, включаться в работу. У нас нет применений для тяжкого времени. Сегодня для нас уже считают, ведет другой отсчет, скажем так, в обратную сторону. А нам надо остановить бег этого времени, остановить тот застой, который есть, и идти в прогрессы. Спасибо. Евгений Васильевич, тоже вопрос вам. Что касается структуры правительства, то структура правительства фактически демонстрирует и приоритеты правительства на определенный промежуток времени. Поэтому я хочу сказать о некоторых новых структурах, которые будут в составе правительства, которые будут поддерживать и реализовывать конкретные приоритеты, направленные на повышение защищенности прав граждан и направленные на защиту соответствующих прав экономических агентов. В данной ситуации я хочу сказать, что будет новая структура, усиленная структура, антимонопольный орган и соответствующий комитет по ценам ценообразования, потому что у нас есть проблемы с ценовым сговором на рынках товаров и услуг в Приднестровье. Будет новая структура, связанная с защитой трудовых прав граждан на приватизированных предприятиях, вообще на всех предприятиях, потому что зачастую трудовые права нарушаются, и государство как-то устранилось от этого вопроса. Мы считаем, что это один из приоритетов нового правительства. Мы считаем, что нужно в данном случае создать антикоррупционный орган, отдельные структуры в связи с тем, что высокая коррупциогенность во многих органах государственной власти, и мы в виде приоритета создадим соответствующую структуру. Вместе с тем, хочу сказать, что я вижу, что есть необходимость уменьшения количества министерств и ведомств, и в частности мы пойдем по пути объединения некоторых традиционных министерств, в частности создадим Министерство экономического развития и финансов. Мы считаем, что объединенное министерство должно в наших условиях быть более эффективным, и в этом направлении будем действовать. Что касается других и иных министерств и ведомств, как я сказал, их будет значительно меньше, но я приоритеты определил. Что касается временных сроков, то я хочу отметить, что временные сроки оговоренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Президент после исправения вступает в полномочия только в течение 30 дней, производится эмиграция, потом 14 дней отводится по закону на представлении премьер-министра, поэтому все это оговорено соответствующими сроками, и мы будем выполнять действующее законодательство при формировании правительства. Спасибо за мнение, уважаемые кандидаты. Я хотел бы добавить, а Евгений Васильевич, если вы не заражаете, вам хотел сказать следующее. Во многом то, о чем вы сейчас говорите, у нас есть структуры в сегодняшнем нашем органе управления, тоже Министерство экономики, антимонопольные органы по коррупции и так далее. К сожалению, они, может быть, бездействуют и не действуют в той форме и той части, сколько как можно было бы им работать. Я своей программой предлагаю, по крайней мере, тоже, не некоторую, а определенную реформу системы управления. И если говорить о правительстве, то предполагается, как минимум, два новых органа управления. Это Министерство аграрной политики и развития села, и управление по делам ветеранов и защитников. Для социальной защиты именно этой категории людей, которые, на мой взгляд, нуждаются особому вниманию. А в остальном, конечно, будем регулировать остальные вопросы. Спасибо, уважаемые кандидаты. Я благодарю вас за то, что ответили на наши вопросы. И сейчас я предлагаю вам обменяться интересующими, важными вопросами. У вас друг с другом, Евгений Васильевич. Я просто раз мой коллега уточнил некоторые моменты по структуре. Я скажу, что мы также предусматриваем функционирование нового управления по вопросам сельского хозяйства и проблемам, связанным с инфраструктурой сельских населенных пунктов для решения определенной задачи с паями, которые мы имеем с 1997 года. И это управление также будет. Но я хотел бы отметить следующее, что в этой части мы выделяем структуры по комитету антимонопольного и по ценообразованию для того, чтобы продемонстрировать и приоритеты, и наделив новыми полномочиями, реализовать в соответствии с законом в полном объеме функции, которые бы защитили средний и малый бизнес от крупных монополий. Спасибо за мнение. У вас есть возможность задать вопросы друг к другу. Евгений Васильевич, я предлагаю начать вам. Может, это значит, Анатолий Владимирович, если вы не возражаете? Ну, давайте, если мы говорим об законодательстве. Анатолий Владимирович, если можно прокомментировать, в связи с чем антимонопольное законодательство, законодательные инициативы по борьбе с коррупцией, которые я вносил два года назад, они пролежали без рассмотрения в Верховном Совете два года с отрицательным заключением президента и только начали рассматриваться перед выборами. Во-первых, я здесь хотел сказать, действительно, правильно сказали и отметили, что было отрицательное заключение президента на два законопроекта из четырех. Но это не особо, наверное, имело значение для их рассмотрения. Я думаю, что ваша личная заинтересованность должна быть проявлена в том, чтобы эти законы были приняты. А почему они не приняты? Это, наверное, вам, как автору законодательной инициативы. Прежде всего, вопрос. Когда президент вынес свой законодательный акт или проект закона, мы тогда приступили к рассмотрению. И вы сами же предложили, чтобы принять за основу законопроект, предложенный президентом. Это говорит для меня, по крайней мере, о том, что вы согласились с отрицательным заключением президента и просто не работали над теми законопроектами. Спасибо. Пожалуйста. Ну, я с учетом того, что все-таки вы, на мой взгляд, даете искаженную информацию, скажу следующее, что два года законопроект находится на рассмотрении в Верховном Совете в ответственном комитете. Мое дело, как депутата Верховного Совета, внести соответствующую законодательную инициативу для рассмотрения. А план законодательной творческой деятельности утверждается в соответствующем поставлении Верховного Совета. Я считаю, что антикоррупционное законодательство является приоритетным вопросом в реализации внутренней политики внутри государства. И в течение двух лет можно было уделить этому законопроекту соответствующее мнение. Что касается порядка рассмотрения, до осенью этого года президент сам внес антикоррупционное законодательство. И при рассмотрении на комитете, которым я являюсь членом комитета по законодательству, на комитете была предложена формула исполнительному органу власти, чтобы мой законопроект отозвать, но принять президентский. И я пошел на встречу для того, чтобы принять законодательные нормы для более современного регулирования этих аспектов и вопросов нашей жизнедеятельности, наших государственных органов власти. Владимир Владимирович, если масса нет дополнений, пожалуйста, Ваш вопрос. Я не хочу выступать сейчас в полемику, я сказал то, что сказал, то, что касается этих законопроектов. Но вопрос, Геннадий Владимирович, для реализации любого проекта, для реализации любого мероприятия, какое бы там ни было, тем более столь важного государственного, имеет значение, кто будет реализовать те или иные программы, задачи, цели и преодолевать те или иные проблемы, которые есть в обществе. Меня интересует такой вопрос. С исходом вчерашнего рассмотрения встречи, вернее, по нашему предложению команд, меня интересует, кто будет представлять Вашу команду. Потому что, на мой взгляд, Вы растеряли свою команду, когда ушли из Верховного Света и когда ушли из партии. Кто сегодня представляет Вашу команду и готова ли Ваша команда взять ответственность за вывод экономики из того состояния? Ну, что касается вчерашнего концерта, который устроила партия обновления, почему? Потому что написал некий там Дерун, написал письмо кандидату в президенты, что он лично хочет встретиться с нашей командой без участия кандидатов. Я считаю, что как минимум по форме такие предложения не являются серьезными и не являются основанием для обсуждения соответствующих программ командами, потому что не представлена ни повестка дня, ни обсуждаемые вопросы. Это был просто такой популистский шаг и не более. Первое. Второе, что хочу сказать по этому вопросу, что у нас есть соответствующие люди, и люди находятся в оппозиции под административным давлением и органов государственной власти и управления, и под административным некоторым давлением представительных органов власти. Поэтому в связи с тем, что демократические институты у нас не функционируют эффективно, мы не называем до определенного момента наших людей. Но вместе с тем, хочу сказать, что результаты первого тура демонстрируют то, что у нас есть команда, которая смогла обеспечить победу в первом туре. Поэтому ваши тезисы, что там у вас команда, я знаю, какая у вас команда. Основная основа вашей команды заключается в спонсоре, который, каковым является, по крайней мере, являлась фирма «Шериф» и его подразделение. Поэтому вот основа вашей команды. Все остальное, это, будем говорить, такое навесное оборудование. Если позволите, Евгений Алексеевич, я хотел сделать следующее замечание. Пожалуйста. Не некий Диру, а ваш коллега, депутат Верховного Совета, заместитель председателя Комитета по образованию. Что касается фирмы, что касается команды, по-моему, здесь вы просто для того, чтобы перевести стрелки, об этом говорите. Вы знаете прекрасно, тех же своих коллег, депутатов Верховного Совета, способных, грамотных, толковых, очень ответственных людей, которые готовы взять на себя ответственность. Причем здесь компания какая-то или там еще кто-то. Простите, пожалуйста. Тогда вопрос вам. Способные, толковые. Почему за два с половиной года не приняли никаких антикризисных мер для экономики? Способные, толковые. Какие конкретно меры были приняты за последние два с половиной года, за три? Способными, толковые. Законодательный акт, название, какой результат? Ну, я думаю, что вы, во-первых, некорректный вопрос задаете мне. Ну, по существу. Я повторяю. Я считаю, что вы некорректный вопрос задаете. Какой акт конкретный, какой и так далее. Я хочу сказать, что, во-первых, мы работали в рамках тех антикризисных законов, которые действовали у нас, принятые в 2008-2009 году. Во-первых. Во-вторых, мы считаем, что та ситуация, которая сегодня складывается, и та законодательная база, которая сегодня имеется, она вполне достаточна. У нас нет источников финансирования дополнительных инвестиций, то, чем можно было бы поддержать. Но вы знаете, в каком состоянии наша экономика. И сегодня как-то регулировать законодательно эти вопросы, эти вопросы, на мой взгляд, просто нереально. При том дефиците бюджета, который у нас сегодня есть. Нам, вы знаете, сегодня практически хватает средств на заработные платы, на пенсии. И то не хватает, и другие социальные программы, которые мы финансируем на 30-40, максимум 60%. Исходя из этого, я регулирую эти вопросы. То есть, фактически не регулируете, потому что я возвращаюсь все-таки к программе 2008-2009 года, которую сам инициировал. Так вот, эта программа предусматривала 6 этапов в зависимости от складывающей экономической ситуации. Там меры не только финансового плана, там меры государственного регулирования, упрощающие соответствующие процедуры и оказывающие поддержку непосредственно предприятиям. Поэтому и вопрос заключался в том, что программа антикризисных мер, которая была выработана еще в 2008 году, когда я еще находился в руководстве Верховного Совета, она дальше не имела никакого продолжения. А на мой взгляд, Верховный Совет как законодательный орган имеет возможность с точки зрения аналитического учета для выработки дополнительных мер, стимулирующих экономику даже в тех сложнейших условиях, в которых мы находимся. И не всегда это только меры финансового порядка, и не всегда связаны только с финансированием. Я хочу сказать, что это меры связаны с дерегулированием некоторых мер государственного контроля и надзора. Это меры связаны с некоторыми таможенными вопросами. Это меры связаны с наполнением продовольственными товарами. Вы говорите, что мы за два года продовольствием обеспечим страну. У нас 67% продовольственного товара сегодня возится на территории Приднестровской и Молдавской Республики. Даже по общетеоритическим каким-то выкладам почти 70% ввоза товаров нуждается в наших условиях в инвестициях только в сельское хозяйство, где-то около миллиарда долларов. Поэтому я и говорю о том, что есть профессиональная у вас команда, но хотелось бы увидеть за эти два года какой-то конкретный результат в конкретно принимаемых решениях. Российская Федерация это хорошо, мы им благодарны и будем укреплять и развивать сотрудничество. Нас интересует здесь грамотный профессиональный управленец, который в этих складочных условиях разрабатывает и предлагает государству и обществу соответствующие меры. Во-первых, вы говорите так, как будто вы не работаете в Верховном Совете и представляете какую-то конкретную структуру. Вы являетесь депутатом Верховного Совета и вы такое же имеете право на законодательные инициативы, как и любой другой депутат. Не совсем так. Ну, я думаю, что именно так. Именно так. Это первое. Второе. Что касается регулирования, мы не говорим только о финансовом регулировании, законопроектах, которые имели свое действие до 1 января 2011 года. А все остальные акты, которые регулируют вопросы и те же антимонопольные, и таможные, то, о чем вы говорите, они регулировались, как и регулировались и ранее. Так что здесь вопрос, так говорить, насколько спорный. Здесь вопрос не спорный, вопрос конкретный, потому что экономика не терпит общих фраз, а требует конкретных цифр, конкретных показательных актов. Я не хочу на этом больше остановиться. Я хотел бы задать вам вопрос, если можно. С точки зрения правоохранительной системы, с точки зрения повышения защищенности наших граждан, что вы предполагаете необходимым принятием в качестве первоочередных мер для совершенствования механизма защиты наших граждан? И что вы понимаете под понятием неотвратимости наказания? Во-первых, я не хотел бы, чтобы мне устраивались экзамены, Игорь Васильевич. Я хотел бы узнать, что есть это в программе или нет? Во-первых, я бы просил, не устраивая бы мне здесь экзамены, потому что это вопрос чисто провокационный, а не вопрос, который можно было бы действительно обсуждать сейчас в рамках нашей программы. Это конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Неотвратимости наказания. Но, вы понимаете, мне даже, по крайней мере, неприятно отвечать на ваш вопрос. Потому что, понятно, смысл неотвратимости наказания. Вы разъясните тогда. Ну, разъясните. После передачи мы с вами останемся, я вам разъясню. Вопросы... Это угроза или как? Почему угроза? Ну, после передачи останемся. Я хотел бы, чтобы зрители услышали, как мы будем совершенствовать нашу правоохранительную систему. Будем мы ее совершенствовать или та хрена общественного порядка, которая сегодня есть, вас устраивает? Евгений Алексеевич, сказать, что меня сегодня устраивает та система правоохранительная, которая у нас имеется и действует, не могу сказать, что в полной мере. Безусловно, требует совершенствования, как и любая структура управления. В том числе и в вопросах охраны, защиты граждан, защиты правопорядка, охраны правопорядка и так далее. И в вопросах правосудия и так далее. Здесь каждый вопрос надо разделить и рассматривать по отдельности. Это очень интересно нашим гражданам. Я думаю, что интересно, но это специфическая тема, которая касается чисто системы правоохранительной. Он касается защиты прав наших граждан. Вот на это должно быть направлено наше усилие, как вы говорите. Каким образом? Формировать структуру. Каким образом? Во-первых, надо, на мой взгляд, Игорь Алексеевич, прежде всего, уйти от системы нашей, коррупционной, прежде всего. Если говорить о защите. Коррупционной в правоохранительной системе? Да, в правоохранительной системе, в судебных органах и так далее. Это первое. Это принцип неотвратимости. А при чем тут принцип неотвратимости? Принцип неотвратимости наказания, Игорь Алексеевич. Как его реализовать у нас в стране? Каждый гражданин, проживающий на территории Приднестровской Молдавской Республики, не исполняющий законы, не испаряющий порядок, не исполняющий требования, которые выставлены нами, должен нести наказание независимо от того, какую должность он занимает, независимо от того, в какой структуре он работает, независимо от того, в чем сопряжены его функции. Антон Владимирович, в вашу очередь задавать вопрос. Мы будем стараться соблюдать принципы. Да, конечно. Денис Ильич, вы говорите о правопорядке, вы говорите о неврратимости наказания, вы говорите об административном давлении, и много об этом говорили. А вот мне интересно, что есть такой вопрос, очень простой. Прошел первый тур голосований, где было достаточно жесткое административное давление. Достаточно жесткое административное давление. Я сегодня испытываю столь же, ну не я лично, может быть, но касается меня как кандидата, мои агитаторы, мои доверенные лица в Дубоссарском районе. В частности, глава Дубоссарского района МАЗов дал указание начальникам управления, муниципальных предприятий, общественным организациям, агитировать за вас или категорически запрещают заниматься агитацией за меня. Как вы считаете, как вы считаете, это есть административное давление и поддержка вас, это есть, подействие, мы говорим об административном ресурсе, о неоткратимости наказания, о чем вы мне зададите вопрос. Спасибо, но здесь не надо приплетать неоткратимость наказания. Конечно, очень приятно, что у вас есть информация о том, что глава исполнительной ветви власти в городе Дубоссаров, который мне не подчиняется, наверное, изучив мою программу, принял решение поддержать меня в том числе. Он, как гражданин Приднестрова, наверное, имеет это право делать, но я ему этого не поручал, потому что он не мой подчиненный, это раз. Второе, там, возможно, какие-то его собственные инициативы. Третье, я хочу сказать, что на территории республики, ко второму туру каждый самостоятельно выбирает из двух кандидатов, кого он будет поддерживать. Вместе с тем, никаких переговоров, разговоров о поддержке исполнительными органами власти моей кандидатуры я не проводил. Поэтому, кто там самостоятельный, какие решения, кто там куда ездит, кто там что говорит, это не является работой моего штаба и не входит в компетенцию моего как кандидата в президенты. Первое. Второе, что касается неоткратимости наказания, все-таки я не хочу даже на нем останавливаться, с учетом того, что, будем говорить, вы не раскрыли сути этого момента. Суть момента этого действительно больше правовая, потому что правоохранительная система, на мой взгляд, должна быть освобождена от несвойственных функций. И здесь есть целый ряд аспектов, с учетом лимита времени они будут на них останавливаться, но есть такой фирм «Место встречи изменить нельзя». И там главный герой одной фразой практически обобщил всю эту цель неотвратимости. Вор должен сидеть в тюрьме. Но для того, чтобы он там сидел, необходим целый комплекс организационно-управленческих решений в системе правоохранительной для каждого министерства ведомства, для соответствующей прокуратуры, где конкретное министерство ведомства, имея задачи, выполняя эти задачи, может на базе этих решений повысить возможности защиты прав и интересов конкретных граждан. Вот о чем просто это имелось в виду. Спасибо. Следующий вопрос. Вопрос? Я. Да, пожалуйста, я могу представить вам. Пожалуйста. Тогда, если есть возможность, тогда прокомментируйте или прокомментируйте, или изложите, даже не вопрос, просто изложите конкретный перечень. Ваших перевоочередных мер в сфере экономики в 2012 году. Просто не вопрос по деятельности, а вопрос по программе. Конкретный перечень мер. Ну, Игорь Васильевич, я говорил уже об этом, и могу повториться. Мы уже работаем и не ждем даже 2012 года. Во-первых, мы, повторяю, разработали программу, которую я говорил, которую я погнал стратегию. Во-вторых, мы сегодня разрабатываем программу продовольственной безопасности в нашей республике. В-третьих, мы сегодня совершенствуем законодательную базу и оказываем финансовую помощь в развитии малого и среднего бизнеса. Мы сегодня оказываем содействие в развитии сельского хозяйства. Полтора... Вы или Россия оказываетесь? Лично вы лично или Россия оказываетесь? Значит, я лично председатель Верховного Совета и как руководитель органа, и как представитель законодательного органа, если так можно выразиться, не вешать на себя какие-то ордена, которому удалось решить вопрос финансирования кредитования нашего сельского хозяйства. Так у вас хорошо получается. Может, вы останетесь с председателем Верховного Совета? Мы же говорим, как кандидат в президенты. Что вы, как президент, будете делать в 2019 году конкретно в области экономики? Вы мне рассказываете, что мы, как законодатели, там делаем. Ну, делайте. Я вам еще раз... Хотя здесь есть вопросы, сомните. Простите, пожалуйста. Во-первых, не прерывайте, Генн. Извините. А да, вот так, спасибо. А вот, в-третьих, я вам повторяю еще раз. Если вам не понятно. Я говорю о том, что мы уже начали работать, и не претендуя на какие-то должности президентские, могу перечислить. Меры конкретно. Мы сегодня выделили 1 миллион долларов на развитие подсобных личных хозяйств. Мы сегодня выделили 7 миллионов долларов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств. В том числе и на мериорацию, в том числе и на выращивание овощей, фруктов и так далее. Мы выделили сегодня 3 миллиона долларов на развитие малого и среднего бизнеса. Это вся работа, которая уже сегодня заложена, начата, и она будет продолжаться и в будущем. А в будущем, Евгений Алексеевич, то, что касается 2012 года, не только 2012 года, а перспективы, все, опять-таки, у нас намечено. И могу, если, опять-таки, времени недостаточно. Первое. Это вопросы восстановления нашего производства, насколько это возможно, промышленных предприятий. Промышленных предприятий. Реализация тех инвестиционных программ, которые должны были осуществить наши инвесторы. Второе. Развитие переработки. Мы закладываем на будущий год проекты и уже сегодня говорим о том, что нам необходимо поставить перерабатывающие предприятия в сельском хозяйстве. Что делается уже сегодня и выполняется. Если говорить в вопросах чисто экономики. Как понять такие меры? Какие меры конкретные будут предняты правительством Приднецовской Молдавской Республики, которые будут вами сформированы в 2019 году для стабилизации ситуации экономики? Я не думаю, что распределение полученных денег это основная функция будет правительства. Нет, и нет. Поэтому хотел бы, чтобы вы услышали конкретику. Я не знаю, какую вы конкретику хотите услышать. Но я назову тогда, если... Ну, вы можете называть. Я не знаю, какую конкретику вы хотите услышать. Я еще раз повторяю. Жаль, просто мы используем эфирное время не для этого. Могу повторить для вас еще раз. Нет, вы просто что новое изложите. Ну, новое не могу новое изложить вам. Потому что я повторяю. Мы должны восстановить наше промышленное производство. Как? Мы должны... Каким образом? Да. Опять-таки хотим или не хотим содействием, прежде всего, теми... То есть, финансовой поддержкой государства, кредитами, для того, чтобы можно было работать. Нет в бюджете? Ну, нет в бюджете. Нет, конечно. Я говорил о деньгах, которые мы получили. В России. Во-первых. Ну, я просто уточняю. Извините. Все, молчу. Я прошу прощения. Можно воды у вас где-то взять или нет? Выпил воду? Да. А то сейчас ведущего заберу. Пожалуйста. У нас есть, к сожалению, время у нас ограниченное эфир. У нас есть возможность задать последний вопрос. И потом, если вы не против, у нас есть ряд вопросов у телезрителей. Вы не будете возражать? Да не буду возражать. Тогда последний вопрос. Или переходим сразу к вопросам телезрителей? Переходим к вопросу. Я не хочу коллеге задавать вопрос. Если можно, минуту времени для того, чтобы разъяснить подходы. Тогда поминайте каждому из вас, чтобы мы могли завершить этот этап и перейти. Потому что, на мой взгляд, перечень соответствующих решений в экономике, он должен быть стабилизационного характера. Потому что нужно останавливать республику от падения. Поэтому для всех экономических субъектов, я хочу сказать, это крупный бизнес, это средний бизнес, это малый бизнес. Для них должны быть соответствующие действия и решения конкретные. Не только деньги выделить. Куда выделить? Для чего выделить? Как выделить? И, во-первых, это должно быть все связано с ценами на энергоносители. Это все должно быть связано с рынками. Это все должно быть связано с тем, чтобы были лучшие мотивы для предприятий для активизации экономической деятельности. Поэтому мы пойдем по соответствующей концепции. Коротко скажу, что дополнительные условия и дополнительные требования. Я говорю, это изменение правил внешнеэкономической деятельности, это уменьшение государственного контроля. Я коротко скажу, там целый перечень этих мер. Вот этим, возможно, наша программа и отличается от иных программ, не буду говорить о ваших, говорю от иных программ, тем, что она наполнена конкретными решениями, которые мы будем принимать в 2019 году. Спасибо. И спасибо за вот это. Переходим к вопросам. Давайте. Или вы подведете итог этого этапа наших дебатов? Мы время располагаем еще. Ну, поджимает, поджимает, честно. Давайте, когда мы перейдем к коллеге. Если можно, вопросы от телезрителя озвучивать в студии. Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав, я живу в городе Рыбинск. У меня такой вопрос. Насчет программы «Молодая семья». Какие перспективы у семей, которые уже 10 лет в браке, и у них дети до 10 лет, но не имеют своего жилья и живут на съемных квартирах? Спасибо. Я предлагаю ответить к каждому из вас. Прежде всего, хотел, да, по завершению, не терять время. Да, да, да. Прежде всего, хотел сказать, что положение о молодой семье мы сейчас разрабатываем. Оно будет утверждено в сессии Верховного Света в январе месяце. И, предположительно, молодая семья будет считаться, если один из супругов в возрасте до 35 лет. Это один из основных критерий, который будет считаться для молодой семьи. Спасибо, Евгений Васильевич. Я коротко хочу сказать, что у нас есть проблемы не только с молодыми семьями, у нас есть проблемы с молодыми специалистами в бюджетной среде, у нас есть очередники, инвалиды, дети-сироты и так далее. Целая категория граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий или предоставлении соответствующих жилищных условий. В этой связи мы предусматриваем принятие в 2012 году соответствующее решение правительства Придцовской Молдавской Республики по этому вопросу. У нас в стране нет ни одного строительного управления государственного. Мы хотим воссоздать государственное управление строительное на территории Придцовской Молдавской Республики, которое будет использовать наши земельные ресурсы, песок, глину, нашу продукцию, цемент и металл, для того, чтобы строить такое жилье на территории Придцовской Молдавской Республики государственным строительным управлением. И мы предполагаем, в соответствии с нашей программой, что такие решения будут приняты в первом полугодии 2012 года. И на эти действия не надо будет значительных ресурсов, потому что мы будем строить жилье из собственных ресурсов, которые здесь у нас на территории Приднестровья есть. И мы сэкономим практически в два раза, квадратный метр будет дешевле и сможем продвинуть эту задачу. Мы предполагаем, что более активное продвижение решений этих задач будет где-то к концу 2012-2013 году. Спасибо. Спасибо, уважаемые кандидаты, я в целях экономии времени, чтобы смогли больше рассказать телезрителям, я прошу отвечать конкретно на вопрос, как можно. Да, спасибо. Коллеги, следующий вопрос. Идет слух по всему нашему маленькому государству, что новые президенты хотят отменить льготы. Это раз. Люди сейчас в шоке, не знают, это правда или нет. И второе. Хотел бы ответить, чтобы они ответили. Статья о измене Родины для президента существует или нет? Вот такой вопрос. Последняя статья об измене Родины, я вас спросил, если я не ошибаюсь. Да, да. Антар Владимирович, вы будете первым? Беганин Васильевич. Кто был в прошлый раз первым? Я, Антар Владимирович. Значит, что касается льгот. Мы не предусматриваем отмену соответствующих льгот, но мы предусматриваем провести экспертную оценку действующих льгот. Потому что многие льготы приостанавливаются десятилетиями годами, и нам необходимо навести соответствующий порядок. Нужно определиться вообще с перечным льгот, какое количество этих льгот есть, не ухудшая положение соответствующих категорий граждан. Нам необходимо рассмотреть программу, она должна быть не минимум на три года, для того, чтобы мы переходили от пустого предоставления льготы соответствующим законодательным актам, наполнять эти льготы конкретными финансовыми ресурсами. Это сложно сделать, но концепция должна быть монетизацией соответствующих льгот на перспективу, не ухудшающая положение тех категорий, которые на сегодняшний день пользуются льготами. Что касается измена Родины, то измена Родины есть такая уголовная статья. И поэтому я и говорил чуть выше о том, что неоткратимость наказания должна распространяться и на президента, и на любое должностное лицо. И в отношении любых составов преступлений любые должностные лица должны нести соответствующую ответственность перед законом. Спасибо, Антон Владимирович. Ваш взгляд на проблему и на пути решения по озвученному вопросу? Тот же вопрос. Тот же вопрос, да, перед зрителем. Будете отвечать? Какой? О том, что ходят слухи, что отмена льгот. А, этот же вопрос. Этот же вопрос вам, да, ваше мнение. Прежде всего, я не предполагаю, что необходимо или надо отменять какие-то льготы. Когда принимались решения о предоставлении льгот тем или иным категориям, они наверняка были обоснованы. Я считаю, что не обоснованы. Нам надо изыскать резерв, чтобы выполнять эти обязательства, которые мы принимали с соответствующими законами. Хочу сказать, что буквально сегодня дал поручение на заседание президиума включить поездку дня на 27 декабря проект закона о социальных гарантиях ветеранам войны, согласно которому, вернее, мы сейчас есть и поправку, льготы для вдов участников боевых действий по защите Принестовской Молдавской Республики. У нас не было такой льготы, но в связи с этими многими многочисленными обращениями мы вносим такую поправку и будем изыскать средства и, безусловно, выполнять эти обязательства. А вопрос можно к вам? Пожалуйста. В рамках пребыверной кампании вы не имеете права исполнять обязанности председателя Верховного Совета, а вы говорите, дали поручение. Что-то изменилось в законодательстве? Может, я что-то упустил? Нет, не изменилось. А как вы можете давать поручение? Все действует. На президиуме вы говорите, я дал поручение. Как вы можете давать поручение, если вы не имеете права в рамках выборной кампании исполнять обязанности председателя Верховного Совета? Я поручение отдал Игорь Васильевич не как председатель Верховного Совета, потому что я нахожусь в отпуске. Я как депутат. Есть заместитель и председатель, и вы знаете об этом исполняете. Вы даете им поручение как депутат? Да. И исполняет обязанности председателя Верховного Совета заместитель Чабан. Просто это же новая система управления, когда депутат дает указание заместителю председателя Верховного Совета. Я просто не знал об этом, что новые правила приняты в Верховном Совете. Евгений Васильевич, Вы, наверное, так же, как и я, на встречах с избирателями, наверное, слушали не один раз, когда обращались к нам вдовы, когда обращались защитники по этой проблеме. И я считаю, что я имею право, как депутат, как кандидат в президенты, дать поручение заместителям, депутат-президиуму, для того, чтобы они рассмотрели этот вопрос. А право принимать решение, это уже за президиумом и за Верховным Советом. И мы с Вами перейдем во вторник на сессию и будем голосовать. Нет, это благое дело, это льгота, и вопрос просто о порядке принятия решения, и оно должно соответствовать соответствующим правовым нормам. Вот и все. Спасибо. И следующий вопрос. Добрый вечер, Евгений Васильевич Анатолий Владимирович. Добрый вечер. У Вас с вопросом к Вам обращается Поповский Степан. Вопрос у меня наболевший для всех крестьян республики. В советское время земля за крестьянами была закреплена государственными актами на вечное пользование землей колхозами. Сегодня эта земля главами государственных администраций районов республики отдана новым землепользователям на 99 лет. У людей на руках остались сертификаты удоставления на право пользования земельным паем, то есть той долей, которая была закреплена государственными актами на вечное пользование землей колхозами. Скажите, пожалуйста, как теперь разрешить ситуацию между владельцами земельных паёв и новыми землепользователями, которые уже имеют госакты на 99 лет? Как Вы думаете решать эту проблему? Спасибо Вам большое. Сейчас Вы. Да, Андрей Владимирович, Ваше слово первое. На встречах с избирателями я говорил, и мы обсуждали этот вопрос с моими коллегами, с депутатами Верховного Совета, с членами моей команды, о которой я говорил, о том, что мы на будущий год подготовим проект закона о внесении изменений в земельный кодекс, прежде всего, по распаёвке земли в целом по республике. У нас, к сожалению, не везде ещё проведена распаёвка, и на сегодняшний день распаивание земли проходило на основании указа президента. Мы понимаем проблему, которая сегодня может возникнуть, в связи с тем, что многие действительно землепользователи земля перешла в аренду на 49 и даже на 99 лет. Но мы должны найти то разрешение, ту золотую срединку, то рациональное зерно, которое бы мы разделили таким образом, распаивали, вернее, землю, чтобы не обидеть, прежде всего, и пайщика, и не обидеть землепользователя. Почему землепользователя? Потому что многие землепользователи вложили огромные средства для того, чтобы раскорчевать многолетние насаждения, сады, виноградники. Многие землепользователи вложили большие личные средства для того, чтобы возродить землю, потому что она не обрабатывалась годами. И с учётом вот этих всех моментов мы должны найти золотую середину и провести распаивание по всей земле, по всей республике, во-первых. Во-вторых, мы полагаем, что должен быть принят законодательный акт, который будет давать право на эту землю с предоставлением соответствующего нормативного акта, сертификата, акта, как он там будет называться, неважно, с правом наследования этой земли. И второй вопрос взаимовязки с этим. Мы думаем, что надо также с законодательным актом отрегулировать вопрос и о расчёте за паи землепользователей, как это делается сегодня в Украине, где 10% произведённой продукции сельскохозяйственной возмещается пайщику. Вот эти законы, по крайней мере, надо будет, вернее, эти отношения надо будет урегулировать законами. А в чём золотая серединка, если можно, вот с точки зрения конкретики? Извините, конечно, по-прежнему. В чём золотая серединка, Геннадий Алексеевич, я повторяю. Во-первых, земля распаёвана. Есть сегодня у ряда землепользователей договор аренды на 99 лет. Надо с каким-то образом этот вопрос разрешать. То, о чём я сказал, что вложили большие личные средства. Вот эти моменты надо будет урегулировать. Они и так и все простые. Вопрос наболевший, действительно, Геннадий Васильевич. Спасибо. Вопрос наболевший, но фактически проблема создана самими органами государственной власти и управления. Указ 1997 года был принят, но не доведён до конца. Хочу напомнить, что у нас по конституции земля государственная, не частная. Поэтому передача права пользования на 99 лет, эти решения принимались опять государственными органами власти. Поэтому у нас, наоборот, два противоречащих акта есть. Один акт 1997 года о том, что людям положена земля, а потом акт из 2003 года, что эта земля переходит другим лицам в пользование. Как мы видим решение этой проблемы? Первое. Мы считаем, что если мы государство, и мы своим людям пообещали землю, мы должны эти обязательства исполнить. Поэтому в 2012 году у нас будет тоже создано управление республиканское по вопросам АПК, которое займётся реализацией и этой программы, и ранее выданных государственных обязательств. В каком направлении? Первое. Мы считаем, что необходимо восстановить все обязательства государства по тем лицам, которые ранее владели паями, но уже с нами их нет, в силу возраста они от нас ушли, чтобы мы могли восстановить в правах этих наследников. И в 2012 году органы государственной власти и управления должны выдать бесплатно соответствующие акты на право пользования, соответствующие землей всем гражданам. Граждане, в соответствии с законом, должны получить право пользоваться этой землей в следующем порядке. Или самостоятельно обрабатывать, или объединяться в новые хозяйства для обработки, или передавать аренду на основании только письменного договора с определением конкретных взаимных обязательств сторон. Или четвёртое. В случае, если он утерял связь с землёй, он должен иметь право продать это право пользования ГАЗ-Саударству. Вот четыре основных направления, которые должны предоставлять дополнительные возможности, и государство должно защищать землепользователей в этой части. Что касается крупных землепользователей, хочу отметить, что земля распоевывалась следующим образом. 25% это был государственный резерв, 75% шёл на распоевание. Поэтому в каждом хозяйстве нужно решать проблемы персонально, потому что разные земли, разное размещение, разные пропорции. И этим должны заниматься соответствующие органы. Безусловно, с учётом того, что есть и крупные землепользователи, но крупные землепользователи тоже должны понять, что в сёлах наши умирают, остались в основном пенсионеры, и эти соответствующие паи являются одним из таких дополнительных источников обеспечения жизнедеятельности наших сельтян. Вот в этом направлении мы видим решение проблем в 2019 году. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Юрьевна Титика. У меня такой вопрос. Останутся ли годы семьям погибших? И будут ли новые добавлены, особенно в сфере медицинских услуг? И второй вопрос я хотела бы узнать насчёт завода электроаппаратного. Будут ли выплачены когда-нибудь людям, рабочим, зарплаты за два года, которые не выплачивались? Евгений Васильевич, Ваша очередь. По льготам, в принципе, мы сейчас частично отметили. Нет, в льготах погибших вообще кочунственно отменять и даже рассматривать эти вопросы. И мы не планируем рассматривать этот вопрос вообще. Более того, семьи погибших нуждаются в дополнительной помощи. И вот именно для определённой категории граждан нужно будет, на наш взгляд, в первом квартале 2019 года пересматривать утверждённый бюджет, который имеет соответствующие вопросы и проблемы, для того, чтобы сформировать отдельный фонд для поддержки определённой категории граждан. В том числе, эта категория граждан должна дополнительно быть профинансирована в 2019 году. Кроме этого, мы хотим профинансировать ДТСИР и так далее, не будем на этом останавливаться. Второй вопрос. А электроаппаратный завод, проблема с выплатой заработной платы? Что касается проблемы с выплатой заработной платы на электроаппаратном заводе, то хочу сказать так, что, на мой взгляд, это неисполнение действующего законодательства, потому что по действующему закону выплаты сверх трёх месяцев должны пресекаться с соответствующими правоохранительным органами, в частности прокуратурой, должны привлекаться к административной ответственности соответствующие руководители, не обеспечивающие свою временную выплату. Если это происходит повторно, то должны возбуждаться соответствующие уголовные дела и проводить соответствующее разбирательство. Почему не происходит в конкретном случае? На мой взгляд, это связано с тем, что именно правоохранительная система не дорабатывает где-то эффективно, сложно сейчас говорить с учетом отсутствия дополнительных обстоятельств конкретного дела, но, наверное, это так. Спасибо, Анатолий Владимирович. Тот же вопрос вам. Я буду очень краток. Я хочу сказать, что действительно, ни в коей мере мы не предполагаем сокращение каких-то льгот или отмену каких-то льгот, которые имеют тем более, если будем говорить о том, что касается защитников. Более того, хочу сказать, что, на мой взгляд, защитники, семьи защитников, они должны пользоваться у нас теми же льготами, какими льготами пользовались наши ветераны Великой Отечественной войны. Я думаю, что мы должны изыскать, и мы найдем такую возможность для поддержания такой категории наших сограждан. Что касается оплаты, я не буду повторять Евгений Васильевич, он четко определил эту тему. Безусловно, есть закон порядок выплаты, и никто не вправе его нарушать. Почему не выплачивается? Я думаю, что нам надо будет разобраться, если это зависит от нас. Хотя это задача исполнить только органы власти, а никак не относиться к Верховному Совету. Но с нашей стороны, кстати, предприняты были соответствующие решения. Спасибо. Коллега, у нас еще есть вопросы? Нет, у нас уже время, по-моему. У вас есть еще порядка 20-25 минут. Нет, час мы проработали. Ну, до полутора по закону можем, если мы немножко этого, значит страшно. Я предлагаю завершить завершающим словом. Евгений Владимирович, вы не против? Если нет вопросов, если нет, 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 если нет вопросов, имеется в виду. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет вопросов, нет вопросов или есть? Я так понимаю, что еще есть, но в любом случае мы сами определяем. Ну, мы работаем сейчас, да? Да, все, все, мне предоедет, что нет вопросов. Заключительное слово, прощание с избирателем, нет вопросов больше. Нет вопросов, да? Нет, все, нет, мы прощаемся. Я сейчас с заключительным словом. Давайте, вы начнете. Или вы как там? Я начинал. А я закончил. Я начинал? Да. Хочу поблагодарить еще раз избирателей за проявленное терпение ко всем кандидатам, ко всей этой процедуре выборов. Много вокруг этого шумихи, много вокруг этого грязи, много сплетен, слухов, клеветы откровенной. И здесь отличились даже некоторые органы государственной власти и управления. Это все понятно, для чего делается, почему делается. Потому что, на мой взгляд, существующая политическая система органов власти, которая была сформирована, она не хочет перемен, она защищается для того, чтобы сохранить саму систему власти, вне зависимости, кто будет в руководстве республики. Мы предполагаем в своей программе изменить систему организации власти, повысить эффективность не только исполнительных органов, но и представительных. Мы считаем, что представительных органов власти в республике избыточное количество с точки зрения наличия депутатского корпуса в том числе. При всем при этом, хочу сказать, что очень серьезный потенциал представительных органов власти, и мы вместе объединенно должны действовать в направлении повышения эффективности вообще государства в целом. Я хочу еще раз выразить глубокую признательность и благодарность всем моим сторонникам, и хочу призвать сторонников и тех, кто определился в ходе и сегодняшней передачи, прийти 25 декабря, поддержать нашу программу действий, меня как кандидата, и хочу вас заверить, что мы будем развивать и укреплять наше независимое государство, кто бы что ни говорил, кто бы что ни делал, и это основной концепт нашей программы и наших действий. Спасибо вам огромное. Мне хотелось бы отметить следующее. Безусловно, мы отмечали и сегодня, и в предвыборной программе в ходе в обществе накрапилось достаточно огромное количество проблем, которые надо будет разрешать будущему президенту. Ход предвыборной кампании показал действительно то состояние нашего общества, в котором мы находимся. И к большому сожалению должен сказать, что, на мой взгляд, ход самой предвыборной кампании привел к некоторому расколову нашему обществе. Мне хотелось бы, чтобы, прежде всего, проснувшись 26 утром, мы все забыли о всей этой предвыборной суете, о всей предвыборной той, может быть, и действительно нетактичности по отношению друг к другу, и не только к кандидату, но и наших уважаемых коллег, избирателей, наших граждан. И верить в то, что при всех сложностях, при всех проблемах, если мы будем вместе, если мы будем едины, если мы будем дружны, мы победим, и мы решим любые проблемы. Спасибо, Анатолий Владимирович, спасибо, Евгений Васильевич. Спасибо вам. На этом наше совместное агитационное мероприятие кандидатов в президенты Евгения Шевчука и Анатолия Каминского завершено. Мы работали в прямом эфире. Спасибо, что были с нами. Делайте ваш выбор. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Все.